и горы люди которые занимаются бизнесом без без образования но почему-то у них хорошо получается у некоторых есть такие категоры людей которые можно сказать специальное образование имеет возможно не даже учились в вузах или и бя или там даже хода на тренингах так далее но не всегда у них получается вот как вы думаете с чем это связано но это связано с несколькими факторами прежде всего нужно четко понимать и я везде об этом говорю что для того чтобы создать крупный успешный бизнес а ум это не обязательно но я заметил такую вещь все успешные люди они энергичны то есть энергия обязательно то есть первое разделение это для того чтобы быть успешным нужны у него а энергия прежде всего это первый момент второй момент та ошибка которую совершает наверное но 99 процентов предпринимателей к сожалению заключается в том что все думают что для того чтобы добиться успеха нужно поставить цель и работать я говорю это ошибка потому что не всегда для того чтобы достигать своих целей нужно работать я бы даже больше сказал если вы хотите быть эффективными то вы не должны всегда работать однажды я вам приведу пример консультанты японские консультанты по казин технологии приехали на российский завод но и директор завода российского пока начал показывать завод они проходят и в каждом цехе все работают все работают усиленно работают и директор хвастается этот цех говорит сто процентов план выполнил тот цех сто двадцать процентов выполнил тот план выполнен на сто тридцать процентов в конце когда он гордый спросил у японцев насколько они эффективны японцы сказали вы совсем не эффективны он тогда спросил почему японцы сказали потому что у вас все все время работает времени то думать вопрос должны в этом смотрите у меня есть концепция движения которую я сформировал когда вот принимая много айти стартаперов и они везде мне презентуют план как они там всех порвут конкурентов как они все сделают и так далее я им говорю ребята у вас основная кардинальная ошибка в том что вы планируют только свои действия но вы же живете не в вакууме вы живете в этом мире а этот мир динамичный поэтому в этом мире я создал концепцию такое движение когда вы в этом мире присутствуете неважно вы действуете или бездействуете но даже сидите когда вы занимаете что-то место вы давите на кресло и так далее вы оказываете на этот мир воздействие оказывая на этот мир воздействия вы вызываете три силы первое противодействие кто-то всегда сопротивляется вашим действием второе содействие кто-то всегда поддерживает ваши действия и третье взаимодействие кто-то все время наблюдает его может стать либо противодействием либо содействием поэтому вы должны четко понимать когда вы ставите цель не всегда вы должны идти к цели иногда бывает что цель к вам идет или иногда бывает так что силы несут вас к цели. Приведу пример. Если вы на реке сели на лодку и поставили цель, и если вы выбрали правильное течение, то вы можете веслами не работать. Вы будете плыть к цели. Другой вариант. Та же река. Если цель, течение правильное и течение в твою сторону, то цель к тебе плывет, а ты сидишь на берегу и ничего не делаешь. Третий пример. Когда вам дует ветер, глупо грести, попутный ветер, глупо грести веслами, вместо того, чтобы ставить парус. Эффективнее поставить парус и ничего не делать, чем целый день 24 на 7 грести веслами. Поэтому я всегда говорю, для того, чтобы добиваться каких-то целей и стать успешным, не всегда надо работать. Надо знать, когда работать, а когда не работать. Вот это ключевое и важное, потому что люди выгорают, устают, потому что они 24 на 7 работают и думают, чем больше работает, тем больше шансов на успех. Абсолютно это несвязанные вещи. Более того, я говорю, привожу русскую народную пословицу, которая гласит так. Трудом праведным не наживешь палат каменных. То есть, значит, работая, вы не заработаете деньги. В исламе есть такое, когда вы работаете, конечно, ваш труд всегда будет учтен Аллахом. Вы заработаете себе на хлеб, но вы не заработаете на хлеб с маслом, с икрой, с домом, с мерседесом и так далее. Аллах вознаграждает и дает баррека только в двух случаях. Первое это, когда вы берете на себя риск, и второе это, когда вы проявляете терпение. А что такое терпение? В двух случаях терпение ждать и терпение переносить невзгоды. Поэтому не всегда надо работать. И более того, для того, чтобы быть эффективным, запомните, надо приближаться к цели. Но работать или не работать, это не обязательно. Это зависит от ситуации, как зависит от ситуации. Более того, надо всегда смотреть. Если попутный ветер, наоборот, надо отдыхать и ждать. Ждать, терпеть, терпеть сабр, ждать. Да, да. Где-то в одном я тебе прочитал, что мало это есть, много. Когда ты делишь правильные вещи. Чем делать много и запутаться. Иногда, иногда я такой человек, кстати, вот как выговорит, я такой человек, я очень трудоголик, и это иногда проблема. Я создаю проблемы, которые не нужны были, и не надо было делать на самом деле. Где-то, наверное, я увеличиваю количество попыток и действий не там. Иногда бывает такое. Такие ошибки совершают, ошибки, наверное. А потом, итоги, но эти все, можно сказать, помогают, накапливают. Любая ошибка же все равно постепенно-постепенно накапливают опыт и какой-то там фундамент создает. Потом дальнейший, чтобы это не делать и так далее. Здесь еще один важный момент. Смотрите, когда вы работаете, вы можете работать только в одном направлении. А когда вы не работаете, вы можете сразу в нескольких направлениях. То есть, когда я сижу в лодке и грибу веслами, я могу управлять только одной лодкой. Соответственно, моя эффективность низкая. А когда я не грибу веслами, я могу поставить паруса на 10 лодок, и оно само идет. Вот так вот я управляю большим количеством бизнесов. То есть, я не везде в грибу. Поставил паруса везде, и ветер несет. То есть, и это основное отличие, когда люди становятся реально крупными и миллиардерами. Дело в том, чтобы стать миллиардером, прежде всего, нужно поймать удачу. Вот это вопрос был другой. Это связано с везением, не с трудом. Миллиардеры, это потом, когда становятся миллиардерами, всем говорят, что они работали по 16 часов в день, что они не спали. Это миф, который они придумают потом, после того, как стали миллиардерами. Потому что трудно же объяснить простому человеку, как он без труда стал миллиардером. На самом деле, все они в основном заработали на росте капитализации своих компаний. То есть, они нашли компанию, или сидели в компании, стоимость которой росла. То есть, не за счет операционной прибыли. Стоимость росла. Так вот, это и есть попутный ветер, когда стоимость растет, ты ничего не делаешь, а стоимость растет. Да, 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 это так и действительно так есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова